На учения по ликвидации очагов заражения африканской чумой приехали представители всех районов Нижегородской области. На местах должны знать, как реагировать и что делать в случае такого ветеринарного ЧП. В регионе на этот случай существует специальный противоэпизоотический отряд. К учениям мобилизовали всю имеющуюся технику. Прибыло 12 единиц спецтехники, из них три дезинкционных установки. Четыре КПП вагончика, шесть дезинфекционных установок с мотоприводом. После сверки инвентаря сразу к делу. Очаг заражения обнаружен, его нужно локализовать. Территорию вокруг фермы обносят сигнальные ленты, оборудуют пропускные пункты. Покидающие зону заражения автомобиля проходят санитарную обработку. Колесами проезжают через раствор формалина. Помещение фермы в это время поливают дезинфицирующим раствором. К сожалению, в реальной ситуации заболевших свиней постигнет такая же участь, как и эти мешки с сеном. Вылечить животных нельзя, остановить распространение вируса можно только жесткими методами. Угроза реальная присутствует и для территории Нижегородской области. От того, как быстро мы сможем выявить очаг, как быстро мы его сможем ликвидировать, зависит на благополучии целого региона. Могу сказать, что в целом, конечно, еще много предстоит поработать, для того, чтобы более слаженно работали звенья. Конечно, реальная обстановка совершенно другая. Этим летом в России зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней. Вирус бушует в некоторых центральных и южных регионах нашей страны. Для человека болезнь не опасна, но вызывает острые социальные проблемы. Так, в Белгородской области из-за африканской чумы нельзя заниматься разведением свиней в ближайшие три года. Все работники отрасли там остались без работы. До Нижегородской области вирус в этом году не добрался. Опасность эпидемии африканской чумы фермеры понимают очень хорошо. Помнят вспышку этой инфекции два года назад в Володарском районе и Держинске. Сейчас на любую вирусную тревогу в хозяйствах реагируют незамедлительно. Сейчас очень даже все знают про это заболевание. И при каждом случае заболевания, и даже вы знаете, мы тоже насторожились. Раньше, когда год, пять лет назад, может быть, мы как-то с прокладцей относились, но свиньи болеют. Сейчас малейшее заболевание свиней у нас не то что паника, а повышенная боевая готовность. Мы тоже выезжаем на место, оцениваем ситуацию и принимаем решения. Африканской чумой могут болеть кроме домашних еще и дикие свиньи, кабаны, Для того, чтобы вирус не распространялся, в лесничествах создают буферные зоны, там, где кабанов не прикармливают. Если нет корма, то зверь туда не идет и не может встретиться с больными сородичами. В общем, в нашей области опасный вирус не ждут, но на всякий случай готовятся. У нижегородских ветеринаров есть все, чтобы его победить. Варвара Ермакова, Алексей Александров и Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.